Всем огромный привет! Сегодня готовлю желе из ежевики. Приступаем! Итак, ежевику я хорошо промыла и сразу взвесила в чистом виде. Я буду варить не варенье, так как она у меня очень мелкая и достаточно костлявая. Такое варенье конечно не очень удобно кушать, там получаются сплошные косточки. Поэтому вкуснее сварить желе. Для этого я добавляю немножко воды к ягодам, чтобы они не подгорели и поставлю на огонь и слегка их проварю, чтобы они стали мягкие. Ягоды постоянно помешиваю, чтобы они не подгорели. То, что они подавятся, как вы понимаете, это только в плюс. Здесь нам не нужны целые ягоды, а наоборот необходимо, чтобы они отдали как можно больше своего сока, своего вкуса. Посмотрите, буквально пару минут и ягодка уже хорошо пустила сок. Сейчас я еще ее припущу минуты три, чтобы она еще больше размякла и ее легче было перетирать через сито. Ну, в общем-то, на это уходит минут семь, но от силы десять, то есть совершенно недолго. Вот ежевика уже хорошо пустила сок, стала очень мягкой, податливой и теперь я выключаю огонь и даю ей слегка подостыть. Но это прежде всего для меня комфортнее так будет не работать, потому что, конечно же, она очень горячая и перетирать будет не очень комфортно. Вот такой вот кипяток. Теперь я понемногу беру ягоды и через сито их перетираю. Чем лучше вы отожмете ягоды, тем вкуснее получится желе. Конечно, удобнее всего этот жмых пропустить через такую вот советскую соковыжималку, которая похожа на мясорубку, но так как у меня ее нет, поэтому я все это делаю через сито. Уходит примерно минут двадцать вот на такой объем. Вот такой вот результат у меня получился. Теперь добавляю сюда сахар, если вы будете готовить только на сахаре, то его необходимо брать, вот как я говорила, один к одному. То есть изначально у меня было примерно 1,3 килограмма ягод, вот столько же нужно взять из сахара. Но так как у меня есть желтфикс и благодаря ему можно уменьшить и время варки и также уменьшить количество сахара и также получить хороший результат, получится настоящее желе. Но еще раз повторяю, без него также можно приготовить, но вам потребуется больше сахара и больше времени на уваривание. И теперь отправляю все на огонь. Желтфикс у меня по рецепту необходимо смешать с небольшим количеством сахара и всыпать в ягоды или в сок. Хорошенько все размешиваю и буду доводить до кипения. Как только все закипело, делаю небольшой огонь и засекаю примерно минуты 3. И на этом все, можно разливать по стерилизованным банкам и закручивать. Если же вы готовите без желтфикса, то необходимо эту массу проварить минут 20. И необходимо проверять, здесь время варки будет зависеть от того, насколько хорошо вы отжали ягоду, насколько она у вас сочная. Поэтому может отличаться в ту или иную сторону. С желтфиксом же все делаете по инструкции. Сказано после закипания проварить 3 минуты, значит так и делаете. Продолжение следует... Вкусное и нежное желе подходит к любым десертам. Попробуйте приготовить и вы, и приятного всем аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует...